Друзья, привет! С вами компания Руфер. Сегодня я нахожусь на одном из наших объектов, где мы выполняем работы по утеплению крыши. И в настоящее время столкнулись с такой вот сэнвич-трубой, которая берет у нас начало от трубы, выполненной из кирпичной кладки. Ну а собственно эта труба у нас берет начало от русской древяной печи. И температура, понятно, вот на этом сэнвичу будет достаточно высокая, поэтому вот в этом месте мы должны предпринять меры по защите и ограждению деревянной конструкции от высокой температуры и предохранить, соответственно, возгорание данных конструкций. Вот эти вот материалы, они здесь неправильно подведены к трубе. Сейчас мы будем все исправлять. Нам это досталось, так сказать, по наследству. Первоначально мы подготовили вот такой вот короб. Установили вспомогательные балки сверху и снизу. Таким образом ограничили все вот это пространство, которое мы будем заполнять специализированными огнестойкими материалами, которые будут брать на себя, соответственно, температуру и не будут передавать ее на деревянные конструкции. Сделать это необходимо в целях, соответственно, безопасности и соблюдать все пожарные нормы и требования. Вот здесь у нас до деревянной конструкции расстояние очень хорошее. 300 миллиметров. Ну а здесь у нас 200. По нормативам 250 должно быть минимальное. Поэтому мы будем применять здесь специальные материалы, которые позволят сделать этот узел максимально качественно. Ну и немаловажный момент. Покажем, как потом сделать, выполнить правильно примыкание к этой трубе пароизоляции, для того, чтобы защитить нашу конструкцию от попадания водяного пара. Первым делом в проеме вырезаем правильно гидроизоляционную нашу мембрану. Так вот мы ее разрезаем. Также делаем аналогичную снизу к части. Делаем еще один рез сверху. Под кровельную диффузионную мембрану мы вырезали конвертом способом. Нужно это делать так, чтобы доустропил этот угол край ни в коем случае не дорезать. Остается буквально 10-15 миллиметров. Вот, вверху выполнили так же. Ну и соответственно с другой стороны все аналогично. Сейчас нам необходимо обрезать вот эти вот деревянные элементы, обрешетку. Максимально, насколько возможно это сделать. Таким образом удалить деревянные конструкции от трубы. Ну а далее все будем заполнять. Делать такой очень интересный сэндвич из огнестойких материалов. Мы подготовили проем. Как я уже сказал ранее, обрезаем обрешетку для того, чтобы исключить близкий контакт с эндвич трубой деревянных элементов. Мембрану мы обрезали конвертным способом по проему. Такие вот детали важные. Здесь мы не дорезаем 10-15 миллиметров. И рез дополнительно проклеиваем лентой мультибенд. Таким образом у нас конденсат будет обходить данный проем технологический. Который мы заполним специализированными негорючими материалами. Сверху мы сделали вот такую вот разуклоночку с помощью мембраны. Соответственно конденсат будет у нас упираться. И уходить в правую сторону. Углы все герметично проклеили. Ну что ж, приступим к заполнению огнестойкими материалами. Так, теперь мы устанавливаем базальтовый картон. Вот таким вот образом. Свершиваем его с запасом. Чтобы у нас потом зашел на брусок. И все вот эти деревянные конструкции мы закрываем базальтовым картоном. Вот так это все выглядит. Друзья, закончили мы установку базальтового картона. Вот таким вот у нас образом он установлен и закрывает в зоне проходки нашей сыночь трубы все деревянные элементы. В таких вот местах, в углах делается обязательно перехлест. Материал заводится друг на друга. Зазорчиков у нас никаких быть не должно. Но чтобы голые части древесины у нас ни в коем случае не остались. Вот так это все выглядит. Закрепили с помощью строительных скоб. На базальтовый картон мы устанавливаем утеплитель фольгированный высокой плотностью. Получается у нас вот такой вот сынович. Далее на вот этот уже утеплитель фольгированный мы устанавливаем плиту мини-рит. Вот вверху мы уже ее установили. Вот так вот это все у нас выглядит дело. Здесь у нас идет базальтовый картон. Здесь у нас идет фольгированный утеплитель. И здесь у нас идет плита уже мини-рит. Сейчас установим здесь мини-рит. Далее, соответственно, устанавливаем с левой и с правой стороны фольгированный утеплитель. И на фольгированный утеплитель уже устанавливаем мы с вами плиту мини-рит. Мы установили мини-рит в нижней части нашего дымохода вот таким вот образом на конструкционные саморезы. Закладные какие-то металлические элементы мы делать не стали. У нас плита идет плотная. Соответственно, через плиту закрепили его с помощью саморезов. Верхнюю часть мы установили также ранее. И теперь добавили фольгированный утеплитель с боковых сторон. С левой и с правой стороны. Вот такой вот сэндвич у нас с вами будет получаться. Зазорчики у нас здесь практически отсутствуют. Все достаточно плотно. Друзья, установили фольгированный утеплитель из базальта. Вот таким вот образом. Утеплитель устанавливаем в распор друг к другу, чтобы здесь не было у нас зазоров. Верхний, вот здесь вот части в примыканиях. За счет того, что у нас кровля профилированная, мы добавили вот сюда вот керамическую вату. Раз, два, три. Вот такой вот у нас получается с вами слоеный пирог. Здесь мы установили базальтовый картон Здесь мы установили базальтовый фольгированный утеплитель Здесь у нас идет плита мини-рит И здесь дальше мы, соответственно, наш проходной узел заполняем базальтовыми фольгированными плитами Вот так вот у нас происходит это все Здесь мы еще прижмем все вот это мероприятие, чтобы у нас зазоров, щелей не было Вот такой вот у нас пирог Остается нам сейчас подойти к плите вот этими вот плитами базальтовыми Оставим здесь зазор буквально 40-50 миллиметров И его, соответственно, к трубе заполним керамической ватой Установили мы базальт фольгированный Вот таким вот образом в распор к мини-риту Он еще у нас подпихнется здесь Он провисает сейчас, будет все плотно Что мы сейчас будем делать? Теперь мы вырежем мини-рит Сделаем его двухсоставным Он у нас зайдет вот сюда, вот на базальтовый картон И закрепим с помощью саморезов Здесь у нас как раз идет стропильная нога Стропильная нога Шов, поскольку он у нас двухсоставной Первый шов, первый слой Мы сделаем стык по вертикали И второй слой, чтобы сделать перехлест этих стыков Мы сделаем уже по горизонту Естественно все стыким, промажем Прольем специальным герметиком На мини-рит на край мы нанесли обильно Вот таким вот жгутиком герметик По всему периметру Вот здесь у нас сверху нанесение Ну и собственно сейчас будем крепить плиты мини-рит Первую часть из листа мини-рит мы установили С одной стороны Сейчас поставим с другой Вот здесь вот у нас будет шов Для того, чтобы шов был герметичен Наносим также соответственно обильный герметик И другим листом уже подожмем его Мы установили второй слой плит из мини-рита Стыки все промазаны у нас Максимально обильно герметиком И примыкание к трубе тоже обильно промазали Теперь нам остается сделать примыкание Подкровенной пароизоляции плите мини-рит Для этого мы будем использовать специальную грунтовку От компании Проклима И ленту Продолжаем выполнять наш узел дальше Друзья, мы закончили выполнение нашего проходного узла Пожаробезопасного Вот так вот он у нас выглядит в итоге Примыкание к сыночь трубе У нас все загерметизированы С помощью специального герметика нестойкого Стыки у нас листов плит Тоже загерметизированы с помощью данного герметика Ну и примыкание подкровенной пароизоляции У нас выполнено с помощью специальной грунтовки Вот здесь вот видно небольшой отблеск от нее И специальной ленты от компании Проклима Собственно эти материалы применили Потому что вот эта поверхность у нас немного пористая Так будет более надежно и безопасно при эксплуатации С помощью формирования вот такого проходного узла Нам удалось оградить все огнестойкие конструкции На безопасное расстояние Минимальное расстояние должно быть 250 мм Ну и собственно пароизоляция у нас тоже находится на расстоянии 250 А где-то и 300-350 мм Ну что друзья, теперь я вам хочу рассказать немного о материалах Которые мы применили для формирования данного узла Прежде всего хочу пояснить, что этот узел мы начали формировать Исходя из тех ситуаций, которые были у нас на объекте Трубу мы не снимали Проходку со стороны крыши мы тоже соответственно не трогали У нас доступа туда не было Поэтому пришлось отталкиваться и выбирать комплекс материалов Учитывая данную ситуацию Проходные такие узлы можно выполнять различными материалами Но я расскажу конкретно, что мы применили Данный способ не дешевый, скажу откровенно, не экономичный Материалы достаточно дорогостоящие Вот такой проходной элемент по себестоимости обошелся чуть больше 30 тысяч рублей Какие материалы мы применили? Первое Это базальтовый картон Вот так вот он выглядит Его мы уложили первым делом К деревянным конструкциям Далее Уже на базальтовый картон К деревянным конструкциям Мы уложили вот такой утеплитель из базальта Фольгированный Производство компании Rockwell Выдерживает он температуру 750 градусов Далее Уже поверх базальта утеплителя Кстати, его укладываем следующим правилом Фольга должна смотреть у нас всегда в сторону трубы Далее Применили плиту минирит Это фиброцемент Не горючий материал Ну и соответственно Когда у нас получился уже сформирован короб из минирита Все швы, все зазоры Мы промазали вот таким вот огнестойким герметиком Герметик этот на основе силиката Он так и называется У нас герметик для каминов силикатный Также его часто используют при ремонте дымоходов Ну и самих печей В том числе и топок Выдерживает он температуру 1500 градусов Когда все промазали Короб из минирита мы сформировали Мы начали его заполнять уже другими огнестойкими материалами Применили сначала для заполнения Базальтовый утеплитель фольгированный Поправляли соответственно фольгу в сторону сыныч трубы И непосредственно к примыканию к самой сыныч трубе И места самой кровли Кровиного покрытия Мы предохранили с помощью вот такого вот материала Называется он коалиновая вата Часто еще называют его керамическая вата На самом деле изготавливается он из керамического волокна Считается безопасным материалом и экологически чистым Выдерживает температуру до 1250 градусов Очень хороший показатель Здесь такого нагрева точно не будет Но мы максимально придохранились Ну и для примыкания соответственно пароизоляции кровельной К нашему проходному узлу Мы использовали вот такие вот продукты Это специальная грунтовка от компании ProKlima И специальная соответственно лента ванна От компании ProKlima Ну что ж друзья Надеюсь данный видеообзор будет для вас полезен Всем пока До скорых встреч Продолжение следует...